Привет из Cross Science Miami, это научный музей, мы находимся в зоне океанариума и тут вот поражает аквариум, который находится над головой у гостителей, где плавают разные рыбы, там хоть водоворот делан искусственный, соответственно рыбы плавают по кругу и большие я вижу, и даже вот такие жители океанских глубин проплывают. В общем-то это все под таким вот наклоном, что тоже дает определенное как бы восприятие, но тут какая-то зона, где можно сфотографироваться и ты получается на фоне этого как раз таки аквариума. Дальше у нас идет зона с морскими жителями или жителями океанских глубин, с медузами, с чем-то разными, не знаю даже что это такое, но выглядит так ядовито. Вот это выглядит красиво. О, вообще классно. Еще также нравится вот этот экспонат, то есть можно понять, как видит мир акула, узнать соответственно о акуле, то есть что акула очень хорошо, значит слышат, чувствуют запах, видят, чувствуют в общем-то. Акула чудо рыба. И соответственно очень прикольно, что не только ты видишь как она плывет, соответственно как будто плывешь сам, проживаешь жизнь акулы, но еще это вот внешне так здорово сделано, что действительно вот как бы, ну прикольно вот исполнение экспоната этого, очень здорово. Ну и соответственно на стенах здесь морские глубины, это проекции, и дальше они продолжаются, уходят туда, вот откуда у нас здесь толпа людей. Ну и соответственно внизу океанариума такая вот тоже сцена, где проводятся какие-то научные шоу, ну и соответственно вот экспонаты, что можно отметить, они деревянные, они сделаны из дерева. Я сейчас побывал, кстати, на месте акулы, так сказать, проплыл по глубине, и мне понравилось, что этот экспонат реально там, такая задача найти правильный путь. И ты ищешь его по запаху, там тебе переливается запах, ты ищешь его по звукам, по вибрации, которая сопровождает твое движение в ту или иную сторону, в общем-то очень мне понравилось. Ну и соответственно здесь то, что я очень часто вижу сейчас в взглядных центрах, это вот такой вот пол, который реагирует на шаги человека. Детям очень нравится, потому что они как бы любят все необычное и яркое, это соответственно говоря то самое, что так нравится детям.